Чтобы объективно расследовать декабрьские события, в Женаузине работают две оперативно-следственные группы Генеральной прокуратуры. Одна из них занимается проверкой законности действий сотрудников правоохранительных органов при подавлении массовых беспорядков. В настоящее время заведено пять уголовных дел в отношении полицейских. Денис Санищенко передает и Женаузине. 16 декабря 2011 года в Женаузине произошли массовые беспорядки. Была разгромлена центральная площадь города, где шло празднование Дня Независимости. Бесчинствующая толпа сожгла новогоднюю елку и праздничные юрты. Для пресечения противозаконных действий полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Правомерность их действий расследует специальная следственная группа Генпрокуратуры. Наши сотрудники 16-го находились без табельного оружия на площади. Потом только после начали активно вести нападение на сотрудников полиции. Избились от сотрудников полиции. Один находился в крайне тяжелом положении, который везли. Вынужденное применение оружия привело к жертвам. Сейчас каждый факт расследуется прокуратурой. Проводятся баллистические и трассологические экспертизы. Тем не менее, у следствия много вопросов к подготовке полицейских Женаузине к действиям в случае массовых беспорядков. У них есть операция ГОНК. Это специальная такая операция, где они должны провести учение, как подавлять вот эти массовые беспорядки. Однако это учение проводилось, можно сказать, формально. Там участвовало несколько человек. Многие сотрудники не владеют огнестрельным оружием. То есть, может, у них и не было умысла, чтобы на поражение стрелять. Отсутствие вот этих различных спецсредств, мы называем. Это дымовые шашки, это резиновые пули. Следственные органы через местные средства массовой информации обратились за помощью к жителям Женаузине с целью сбора всех фактов о количестве раненых и погибших. Есть где-то, есть факты о том, что человек получил, или после ранения умер, чтобы они сюда обратились. Но, однако, в достаточное время никто не обратился к нам. Руководитель следственной группы опроверг информацию о применении полицейскими, недозволенных методов ведения следствия. В ходе расследования этих уголовных дел, таких фактов мы не обнаружили. Хотя, там информация, хотя некоторые люди говорили, но, однако, чтобы они подтвердили этот факт о том, что было избивание, или там их пытали, мы таких фактов не обнаружили. Прокуратура еще раз предложила жителям Женаузине обратиться в правоохранительные органы при наличии достоверных фактов, которые могут помочь в расследовании. Всем свидетелям и очевидцам гарантируется безопасность. При необходимости будет применена программа защиты свидетелей. Денис Анищенко, Ренат Дусалеев, Агентство Хабар из Мангисталской области.